Международная неправительственная организация Human Rights Watch обратилась с заявлением к властям Франции. Правозащитники просят не экстрадировать Мухтара Облязова в Казахстан, где его ждет несправедливый суд. Государство диктатора Назарбаева получило печальную известность во всем мире. Именно там сажают в тюрьмы критиков режима после сфабрикованных судебных процессов, а также применяются пытки к задержанным. Однако напрямую Франция не может выслать экс-банкиров в отчину Назарбаева, поскольку между двумя странами нет официального соглашения. Но существует опасность, что Облязова выдадут Украине, которая, кстати, и направила запрос на его экстрадицию. В этом случае политический противник Назарбаева незамедлительно окажется в его руках, поскольку между Киевом и Астаной сложились дружественные отношения. Правозащитники из Human Rights Watch учли эту взаимосвязь и поэтому в своем обращении к французскому правительству сделали на этом акцент. Human Rights Watch призвала Францию предотвратить возвращение господина Облязова в Казахстан или его отправление в любую другую страну, откуда он может быть выслан в Казахстан. На заявление такого рода у нас есть две причины. Первая заключается в том, что он признан беженцем и получил этот статус в Великобритании и Франции, а страны-участники Евросоюза обязаны следовать стандартной процедуре предоставления убежища и других форм защиты. И вторая причина – у нас есть серьезное опасение, что справедливого судебного разбирательства в отношении господина Облязова не будет и существует большой риск жестокого обращения с ним при условии его возвращения в Казахстан. Поводом для обращения правозащитников к властям Франции стало заявление представителей Генеральной прокуратуры Казахстана, который сказал, что будут предприняты все возможные меры, чтобы вернуть Облязова в Казахстан. Это означает, одно, Украина и Россия, у которых есть соглашение с Казахстаном об экстрадиции, могут, заполучив Облязова из Франции, немедленно передать его Назарбаеву. С подобной просьбой к французскому правительству о недопустимости экстрадиции Облязова в Украину ранее уже обращалась международная правозащитная организация Amnesty International.